Медицинский научно-производственный комплекс «Биотики». Естественно. Оригинально. Научно. Продолжение следует. Серьезная такая заявка на тему сегодняшней программы. Александр Анатольевич, поскольку специфика кардиологическая, естественно, наверное, предполагаете, каков будет первый вопрос. Думаю, не обману ваши ожидания. Каковы наиболее распространенные кардиологические заболевания? Ну, они достаточно четко определены. На первом месте стоит ишемическая болезнь сердца. На втором – гипертоническая болезнь. Остальные заболевания, так называемые воспалительного происхождения, которые раньше были очень и очень развиты, например, ревматизм, миокардиты, они ушли далеко в хвост в этой очереди. Поэтому у нас два заболевания сердечно-сосудистой патологии, которые определяют и заболеваемость, и смертность, и инвалидность. Это ишемическая болезнь сердца, в основе которой лежит атеросклероз и гипертония. А кто ваши пациенты? Каков их возраст и пол? Когда я начинал работать, мои пациенты были люди такого возраста пожилого, старческого, достаточно зрелого. А за те годы, за 30 лет, которые я работаю, даже по своей профессиональным данным, все больше и больше стало пациентов молодого возраста. Больше. То есть болезнь сместилась на лица молодого, как мы говорим, трудоспособного возраста. Для нас совершенно... Я помню инфаркт миокарда в 50 лет, 30 лет назад. Мы собирались... Да, это были врачи всей клиники, где я отработал 30 лет. И мы смотрели этого больного, учились сами, учили студентов. У нас была база тогда с кафедрой, где мы обучали студентов. А сейчас 50 лет это не является никакой абсолютно редкостью. И 40 лет, и 30. И недавно я смотрел больного 25 лет. У него огромнейший инфаркт миокарда. А что происходит? Ну, происходит... Это трудный очень вопрос. Вот эту сердечно-сосудистую патологию, о которой мы говорим, равно как и сахарный диабет, и атеросклероз считается, что это болезнь цивилизации. То есть, с развитием цивилизованного общества растут те болезни, которые раньше не были основными в смертности и в новолюдизации. Вот эта вот доступность еды, высококалорийный, малоподвижный образ жизни, влияние различных факторов, экологических, промышленных и так далее, генетика. Вот они и формируют у нас новые болезни, которые сейчас являются основными. Вот и жди развития цивилизации, а несет она, к сожалению, такие вещи. В общем-то, да, вы правы. Когда вы называли наиболее распространенные сердечные заболевания, не прозвучало выражение «сердечная недостаточность». Для нас, не специалистов в медицине, да? Вот это выражение, оно достаточно привычное и распространенное на слуху. Да, это правда. Что это все-таки на самом деле? Дело в том, что сердечная недостаточность, как самостоятельное заболевание, отсутствует. Это осложнение. Осложнение шимической болезни сердца, осложнение гипертонии, осложнение других заболеваний, пороков, например, сердца. То есть, когда сердце перестает удовлетворять потребности организма в кислороде и в крови. Сердце перестает работать полностью как насос. Оно недостаточно перекачивает крови, соответственно, с ним кислорода в органы, которые в нем особенно нуждаются. Главной мозг, само сердце, почки. И это осложнение. Поэтому оно и не прозвучало. Например, миокардит может быть без осложнений, без сердечной недостаточности, а может быть с сердечной. Шимическая болезнь точно так же с сердечной недостаточностью и без. Причем вот это осложнение, оно растет просто в геометрической прогрессии. Мы научились лечить инфаркты миокарда. Смертность от них сейчас достаточно невысокая. И в противовес этому увеличивается у больных сердечной недостаточности. И они сейчас стоят на первом месте среди кардиологии как причины смертности. Насколько серьезна эта проблема для человека? Чрезвычайно серьезна. И сейчас очень многие занимаются этой проблемой. Но каких-то вот особых подвижек уже нет. Потому что те известные препараты, которые мы применяли для лечения сердечной недостаточности, они, что называется, достигли своего предела. Больше уже выжить из них, как мы и говорим, невозможно. И поэтому мы ждем новых и препаратов, и новых методов инструментальных. Ну, инструментальное в основном вставление различного рода кардиостимуляторов. Это скорее экзотика для России. Потому что они и чрезвычайно дорогие, и пока еще не распространили в России. И у нас вот желание всегда у врачей, мы ожидаем проявления новых препаратов, которые нам помогут в лечении сердечной недостаточности. Вот вы сказали, что сердечные болезни значительно помолодели. Но, тем не менее, в пожилом возрасте они все равно остаются, и их, наверное, достаточно большое. И в пожилом возрасте они вырастают в геометрии буквально. Потому что основная причина смертности и в России, и во всем мире – это сердечно-сосудистые патологии. Не онкология, не там травмы, а именно сердце и сосуды. А вот есть какая-то специфика подбора лекарственных препаратов именно в пожилом возрасте? Конечно, есть. Но не только в пожилом возрасте. Но когда мы говорим о сердечной недостаточности, мы говорим, как правило, о стандартах. Сейчас мы переходим на западный тип лечения всех болезней, в том числе и сердечные недостаточности. То есть стандарты. То есть есть обязательный перечень препаратов, которые должны быть назначены больному. И их неназначение считается уже плохо. И в дополнение к этому разрабатываются новые методы лечения, в частности, сердечные недостаточности. Вот в России, мне известна работа профессора Комиссаровой, вот в этом научно-производственном центре биотики, которые разработали дополнительные к лечению стандартов методы лечения сердечной недостаточности. Это вот такой препарат, который «Толцин» называется. Он не очень хорошо известен на Западе, а вот среди врачей-кардиологов, терапевтов он все больше и больше начинает приобретать свою значимость. И вы знаете, в чем мне, что особенно интересно? Мы ведь все время, как правило, все препараты получаем с Запада. Чтобы вывести на рынок препарат до того, как он дойдет до пациента и до того, как его задумали в молекулу, надо примерно около миллиарда долларов. Это колоссально дорогая вещь. И каждое появление препарата в Российской Федерации, нашего, разработанных нашими учеными и нашими врачами, конечно, вот врачами воспринимается очень-очень с энтузиазмом. Это одна из немногих ситуаций по «Толцину», когда это чисто наш препарат, разработанный вот в этом научно-производственном комплексе биотики. И они не просто ее продают, они наукой занимаются, они производят. То есть в одном комплексе это такой западноевропейский тип подхода к препарату. Это не вот тебе просто купили и продали. Они сами произвели, они производят исследования, они обсуждают. То есть это очень интересно и очень не в России не характерная ситуация. Совершенно верно. Есть такой стереотип, все-таки стремимся купить импортные лекарства. Есть такое некое недоверие к тому, что производится в России. Скажите, пожалуйста, а вот как можно оценить эффективность препарата? Ну, существуют так называемые клинические критерии, лабораторные, они достаточно отработаны. В клинике, если это касается сердечной недостаточности, мы с вами не проговорили клинику. Сердечная недостаточность – это одышка на первом симптоме, это отеки на нижних конечностях, это усталость. Вот когда мы принимаем препараты, то есть и объективные критерии, да, на ЭКГ, пульс, артериального давления. Они должны все прийти к норме. Человек должен себя чувствовать адекватно своим физическим нагрузкам. У него не должно быть одышки, у него не должно быть сердцебиение. Он не должен иметь отеки на ногах и отеки туловища. И вот когда мы, например, используем эталцин, дополнение, я подчеркиваю, дополнение к терапии сердечной недостаточности по стандартам, мы смотрим в комплексе, что там все эти симптомы исчезают гораздо быстрее, чем если мы лечим стандартной терапией. Вот это как вспомогательное средство, потому что он такой, вы знаете, такая вот эта интересная пропись этого препарата, это смесь трех препаратов по 70 миллиграмм. Трех, это глицин, известный всем. Известный всем, совершенно верно. И любимый многими. Да, который, кстати, тоже биотиками был разработан и открыт. Это цистин, тоже аминокислота. И глюционовая кислота. По 70 миллиграмм они в составе сублингвальный под язык. Вот в дополнение к сердечной недостаточности получаем очень такой хороший эффект. Почему? Потому что мы уже все основные классы препаратов, что называется, выжили из них все, что можно. Но нет пока у нас новых классов препаратов, которые могли бы облегчить течение заболевания у пациентов. И мы хватаемся за любую возможность, которая появляется. И особенно, еще раз повторюсь, когда то, что нам было мало понятно, мало известно, когда новые препараты появляются, мы с энтузиазмом воспринимаем. Это вот глицин, состав, он тоже ведь известен. Он ведь еще и на умственную способность очень хорошо влияет. В том числе и у детей. Вы понимаете, вот он как составляющий. Поэтому больные при сердечной недостаточности и начинают лучше себя более-менее чувствовать в плане главы. Память, возбудимость, сон. Хотя это не снотворное, это не препарат неврологический. Вот вы начали говорить про биотики. Большая часть населения знает антибиотики. Что такое антибиотик? Все знают, все их боятся, не любят и так далее. А что такое биотики, наверное, надо пояснить. Биотики или пробиотики еще есть? Это не одно и то? Нет, антибиотики это не одно и то. Биотики и пробиотики. Ну, примерно то же самое, вы понимаете, это такие вещества, которые, например, при попадании в организм могут стимулировать образование каких-то полезных веществ, которые оказывают положительное влияние. То есть сами они, как правило, лекарствами не являются. Вы понимаете? То есть они стимулируют то, что нужно. Выработку каких-то, например, аминокислот или веществ, которые могут нормализовать, например, энергетический обмен в клетке. То есть при сердечной недостаточности клетка теряет способность сокращаться. У нее мало энергии. Мало, вы понимаете, она ослаблена. Вот у италцин такое свойство обладает. Они нормализуют содержание кислорода, то есть убирают гипоксию, то, что мы называем при шимической болезни сердца, и многие другие эффекты. В основном это энергетическая поддержка и нормализация функций клетки. У некоторых препаратов есть такие особенности, в общем-то это ни для кого не секрет, когда вместе с положительным эффектом, который он оказывает, очень большой процент эффектов отрицательных. Вот такое выражение, одно лечим, другое калечим, да? Что касается биотиков, что о них можно... У биотиков нет такого свойства, поскольку они биологические такие вещества, сродственные организму, они не обладают никакими практически побочными свойствами, потому что вырабатывают свои собственные вещества, которые потом уже на собственный организм начинают положительно влиять. Поэтому у нас не зафиктировано никаких побочных свойств при использовании и глицина, допустим, или и толцина. Не было ни в литературе, ни в практике, мы не нашли ни одного случая. Ну, может быть, какая-то индивидуальная непереносимость, как у любого человека. Это бывает. На мыло бывает, и на лосьоны. Но так, чтобы токсические влияния какие-то были, мы такого не находили. Детей мы лечили глицином и толцином. Я знаю работы очень интересные, когда дети 11-13 лет, которые занимались там спортом, у них изменялся класс вот их физических упражнений, стали больше физические нагрузки переносить. Для нас это очень важно, потому что касается наших пациентов пожилого возраста, им хочется больше ходить, больше физических нагрузок выполнять. Они не хотят сидеть дома и лежать на диване. Им нужно гулять, гулять, гулять. Но они начинают задыхаться. И вот мы когда добавляем, то получаем хороший эффект. Ну, я думаю, пришло время посмотреть немного важной информации. И после 50 можно быть несерьезными. Но только не с сердцем. Препарат «Элтоцин» поможет улучшить работу сердечной мышцы и увеличить физическую работоспособность. «Элтоцин» — ваше сердце по-прежнему молодо. Александр Анатольевич, искала информацию про биотики и наткнулась на такое понятие, как метаболическая терапия. Что это такое? Каковы особенности этой терапии? Вы знаете, эта тема настолько мне близка, поскольку не кандидатская, а докторская диссертация моей и моих учеников, а у меня их достаточно много, все практически посвящены понятию метаболической терапии. То есть это вот не сегодня родилось? Нет. И у моих учеников, а их достаточно много, работы все как-то были затрагивали так называемую метаболическую терапию. Настолько неоднозначная тема в кардиологии. Она по-разному воспринимается. Но я многократно выступал, в том числе и в Москве, и за границей. Кстати говоря, в Москве гораздо сложнее выступить, чем за границей. Интересно, почему? Там свои особенности есть. И они все были посвящены метаболической терапии при ишемической боли сердца и хронической сердечной недостаточности, в частности. Это особый вид терапии, когда захватывает, когда препараты, вот это алцин, в частности, нормализуют нарушенный метаболизм в сердечной мышце. Он общий понятий метаболизм. Он затрагивает и энергообразование в клетке, и нарушение кальцинатриевого обмена. Это и структура по циклу Крепса. Такая большая тематика. И вот у нас очень и очень мало препаратов, которые метаболизм в миокарде улучшают. У нас много препаратов в кардиологии, но у них свои точки приложения, свое, так сказать, звено действия. И очень мало. Мы многие препараты относили к этой метаболической терапии, которая изменяет положительную сторону метаболизма, то есть окислительно-восстановительные процессы в миокарде. И мы многие препараты имели, когда я начала работать с АТФ, там, как арбоксилаза, рибоксин, инозин-Ф. И они, к сожалению, свою вот эту жизнь в клинической практике не выдержали. Они не подтвердили свою эффективность. Они были безопасны, это правда, но эффективности от них не было. И у нас осталось очень немного препаратов, практически 2-3, которые вот мы используем как препараты метаболической терапии. То есть они или сами действуют, или способствуют образованию положительных веществ в организме, которые нормализуют тканевую и миокардеальную метаболизм. Вот мне кажется, что у сердечных больных в настольной аптечке не очень распространен такой препарат, как алтоцин. Вот какова все-таки его роль в лечении сердечных заболеваний? Мы уже касались этих вопросов. Конечно, при, например, стенокардии он не оказывает эффекта особого. Там другие механизмы родители. При инфаркте миокарда тоже, при нарушении ритма. У него очень большая векторность. Это хроническая сердечная недостаточность. Еще мы получили работы, научные работы, доказанные от биотиков, про метеочувствительность. Они меня чрезвычайно заинтересовали, потому что италцин способен изменять метеочувствительность больных. Там, правда, эта работа посвящала хронической сердечной недостаточно, но меня она заинтересовала как при гипертонии. Потому что у меня у самого гипертония, и если начинается, например, плохая погода, все. Вот все становится плохо. Причем основные препараты действуют крайне никак. Не снижается, например, артериальное давление, не снижается одышка. Вот у италцина, мы получили научные доказательные работы, что он метеочувствительность у пациентов снижает. Они перестают реагировать, например, ну, есть больные, которые реагируют на ветер, есть, которые на дождь, вот как лягушки, которые за двое суток, помните, барометр был, лягушку сажали. Они за два дня могут чувствовать, что будет погода изменена, что будет, например, там, пурга какая-то, или будет, вот я ветер чувствую. Мне бабушка всегда говорила. Вот, на высоте таких метеочувствительных состояний у больных очень часто совершаются инфаркты, инсульты, потому что сосуды становятся совершенно нереактивные на обычную терапию, не реагируют. И вот мы сюда думали, ну, как же, ну, как же чувствительность изменить для препаратов. Я не могу сказать, что италцина снижает, например, артериальное давление или уменьшает сердечную недостачу прямую. Вот он как-то так опосредованно действует, что основные классы препаратов начинают действовать по-другому. Вот, вот это и одно свойство. При хронической сердечной недостаточности это метаболизм и улучшение сократимости способностей миокарда. Вот это тоже очень важно. То есть как дополнение. Вот эти его основные пока изучены. Я думаю, что будут появляться какие-то другие еще его способности, поскольку он развивается в процессе науки еще стоит. И я думаю, что мы скоро еще новые какие-то позиции узнаем. Вот учитывая неустойчивость сегодняшней погоды, на самом деле меняется каждый день и не один раз, наверное, очень важно именно воздействие на метеочувствование. Я бы, во всяком случае, не отказывался от этой позиции, поскольку безопасность его абсолютная. То есть кроме пользы никакого вреда? Нет, ну три вещества, которые известны, которые отработаны. Уж глицин знают все, цистин тоже знают все. И вполне у определенного количества пациентов он может сработать с положительностью. Ну, а нужно принимать как-то курсом, как дозируется? Нужно курсом. Два-три месяца пьют разное. Например, по три месяца больные, потом перерываем, потом опять. Потому что очень важно. Конечно, мы не можем излечить сердечно-сосудистую патологию, но мы при правильном контроле и гипертонии, и хронической сердечной недостаточно можем значительно увеличить продолжительность жизни наших пациентов. Пока такая тактика. Излечить совсем не можем. А качество жизни и продолжительность можем. А возможно ли передозировка в случае атоцина? Кто хочет им отравиться, нет, это невозможно. Закончить с собой не удастся. Это как раз не тот случай. Это аминокислота, и это полезный продукт. Вы знаете, буквально на днях слышал, наш министр здравоохранения сообщил о том, что в ближайшее время по-моему на 10% увеличится стоимость лекарств жизненно необходимых и считавшихся недорогими. А цена импортных препаратов там и вообще в разы. На самом деле вот эта проблема очень серьезная для людей. А вот что касается аутоцина? Насколько это... Абсолютно доступно для всех. Так даже звучит как-то вот неестественно. Ну, естественно, потому что он, во-первых, производится в Российской Федерации. И, как я понимаю, вы понимаете, люди, которые его производят, с какой-то адекватностью совершенно находятся. Потому что я знаю, что, например, препараты, о которых вы сказали, которые резко дорожат, у них вот степень, как это есть такое у экономистов, накрутки колоссальные совершенно. Ну, колоссальные, в десятки раз. Он не может стоить себе стоимостью гораздо ниже. Но надо в разы входить, вы понимаете, когда у человека небольшой достаток, он не купит дорогие препараты по причине того, что у него нет денег. Поэтому мы используем различные дженерики или используем препараты доступные. А дорогие препараты очень дорогие, они с рынка уйдут. И это, наверное, правильно. Должно быть... Мы не должны быть зависимы от других стран в этом плане. И не только в этом плане. Должны иметь свое. Своё производство и свой отечественный препарат. И у нас же многие... У нас многие были примеры, когда мы производили отличные препараты, которые потом продавали по патенту. И сейчас мы ждём, когда патент закончится. Вот я, например, 25 лет работаю с неатоном. Препарат очень близок к толцину. Потом патент продали итальянцам. 20 лет мы ждём, когда он закончит, чтобы мы его теперь уже сами производили. Вот я боюсь, чтобы эта ситуация с таталцином также примерно не была. Потому что вот эти мытарства наши по чиновникам, они могут зачинуться, что могут продать эту рецептуру другой стране. И уже будем покупать десятикратным накрутам. Ну, надеюсь, что Ваши опасения всё-таки не оправдаются. Надеюсь, что надеюсь. Ещё раз возвращаясь к препарату. Вы сказали, что он не является излечивающим от гипертонической болезни и так далее. И это означает, что помимо лотоцина будут приниматься какие-то ещё другие препараты. Вот какова его совместимость? Наверное, изучался тоже этот вопрос. Соместимость. Мы, конечно, не должны забывать о комплексном лечении ишемической болезни сердца и гипертонии. Что в основе лежит атеросклероз. Что мы должны лечить атеросклероз, сужение сосудов. При хронической сердечной недостаточности мы правильно должны питание налажить, включая атеросклероз. Это основа. Не должно быть много жира. Не должно быть много соли, сладкого. Больной должен больше двигаться, если это больной. Здоровый следить за факторами риска. Потому что именно в факторе риска в развитии сердечной недостаточности, сердечной патологии является основой. Препараты всё-таки должны быть второстепенные. Поэтому только на них нельзя. Сейчас только мы получили результаты шведского исследования, где частота инфарктов миокарда снижалась в два раза. Но не от таблеток, а от образа жизни. Вот люди меняли образ жизни. Меньше курили. Больше двигались. Меньше ели жира. Животных жиров. Сладкого. Меньше употребляли алкоголь. И у них смертность. Поэтому мы тоже без этого никак не можем обойтись. Вот образ жизни всё-таки в лечении нашей сердечно-сосудистой патологии, это должно быть основа. Вот с него и начинаем, и мы заканчиваем. Если больной, например, не пытается убавить у себя лишние килограммы, не пытается изменить характер питания, то гипертонию он никогда не излечит. И хроническую сердечную недостаточность тоже никогда. Он даже иногда очень часто не сможет её скомпенсировать. То есть привести хотя бы на время к норме. На время. Поэтому вот мы как бы эту проблему тоже должны чрезвычайно важно всегда помнить. Препараты в лечении болезней сердечно-сосудистой имеют, ну, как бы дополнительную. Если у больного 30-40 килограмм лишнего, то сердечная недостаточность у него будет при любом назначении препаратов. Он вносит на собой мешок жира и не хочет от него избавляться. Понимаете, если он употребляет огромное количество соли, а Россия это страна, где ужасающее количество соли потребляет, ну, нигде так в Европе не едят. Мы досаливаем, пересаливаем, и натрий хлор, который там содержит, он тянет в воду. Ведь клиника сердечной недостаточности, о которой мы говорили, достаточно конкретно. Это одышка, это отёки и сердцебиение. Много жидкости в организме. Организм не может от неё избавиться. И вот много соли. Сейчас заметили соли. В Европу сейчас вся пошла. Заметили сахара при диабете. Заметили соли. Всё низко, калорийно. Если вы зайдёте в магазин, в европейский, в супермаркет, как будто в библиотеку зашли. Они все читают, что там на коробке написано. Какая калорийность, какая энергетическая ценность. Понимаете, вот как будто зашёл в библиотеку. Все читают. Все смотрят не только срок годности. Вот у нас всё время по первому каналу очень срок годности. Вот там гнилой нежи, там что-то водкой потрясить. Как будто больные могут это, люди могут это понять. Для этого соответствующий орган должен существовать. Там все смотрят. Все высчитывают свои калории. Вот понимаете, это настолько стало обыденным. Скоро и мы, наверное, начнём. Потому что вот все хотят жить долго. И они имеют конечные результаты. У них средняя продолжительность. Угу, угу, уже за 80 многих странных лет уходят. Вы понимаете, мужчины туда же приберут, потому что они изменили образ жизни. Мне кажется, мы тоже двигаемся в этом направлении. И может быть, там через годик мы тоже увидим, что магазин превращается в библиотеку. Все читают. Александр Анатольевич, а что объединяет, так уже как-то в завершении, что объединяет все метаболитные препараты? Да их не так много. А сколько? Их не так много. Не так много. Один из препаратов, он только инъекционный, стоит караул сколько? 4 грамма там 150 долларов. Это в основном для клиники, для острых состояний. Их немного. Они доступны, и они безопасны. Доступны, безопасны, и они эффективны. Вот у них такое свойство. Вот это вот, они очень близки к состоянию. Ведь в отолцине, например, аминокислота, а мы состоим из аминокислот. Аминокислота везде у нас, и в ДНК, и везде. Поэтому он не является чужеродным для организма, они безопасны. Их нельзя, ими ничего там испортить в организме. Вот в чем дело. Опять-таки, кроме пользы, никакого вреда, да? Хочется подвести. Какой-то итог под нашим сегодняшним разговором. Спасибо большое за вашу беседу. Вот известный американский ученый Мор предложил понятие «уход за метаболизмом», которое правильно характеризует принципы и сущность метаболической терапии. Вот он и другие ученые высказывали мнение о необходимости создания специализированных лабораторий для контроля метаболизма в хирургических, детских, онкологических и других клиниках. Ну, а было это еще аж в 1959 году. Подумайте об этом и будьте здоровы. В истории огромную роль играют факты, особенно если это история болезни. ИДК. Более тысячи видов анализов и УЗИ. ИДК. Максимально достоверная диагностика. ИДК. Максимально достоверная диагностика.